Сегодня я на время сам стану продавцом вертов, но на самом деле продавать я ничего не буду. Все это для того, чтобы вычислить покупателей и наказать их. Потому что покупка и продажа за реальные деньги вертов и предметов строго запрещена, и за это бан на 2000 дней. Чтобы не покупать верты, вводите мой ник и промокод и получайте денежные бонусы, они есть в описании. На запрещенном сайте с услугами я уже создал свое объявление. Аризона РП Каса Гранде 1000 кк вертов, то есть 1 миллиард вертов у меня есть в наличии. Цену выбрал дешевле всех на рынке. И не прошло и 5 минут, как у меня уже первое сообщение. Ху, готов выдать, если 235 кк есть, то покупаю. Привет, есть 235 кк, готов выдать сейчас. Все, ребят, заказ он оплатил на 235 кк вертов. Сейчас комп запустится. Короче, он тут пишет, что у него нет прав, смогу ли я его забрать. Я на спавне в городе, где шахта. Я, короче, у Казика уже, он уже у Казика, блин. Окей, сейчас заберем его. Скажи свой ID, а то как я пойму вообще, кого забирать. Живем в Краснокаменске. В каком Краснокаменске? Тебе 15 лет, мне 12. Я вообще не понял, это что такое он пишет? Какой еще Краснокаменск? А, я понял, это типа история, типа мы друзья там и так далее. Мне 15 лет, а ему типа 12. Так, ну вот это вот, судя по всему, он. Милош Вильямс. Всего-то 14 уровень, я-то думал какой-то жирный аккаунт. Но пока что я не могу, конечно, утверждать, что это он. Он ведь мог просто рандомный ID-шник назвать. Я сейчас слежу вообще не за тем игроком. Нужно убедиться, что это именно он. Сейчас мы это и сделаем. Я ему сказал, что я буду на зеленой Део Нексии. И сейчас посмотрим, если он ко мне подбежит и сядет, значит это точно он. Остановимся где-нибудь вот здесь. Смотрите, бежит, бежит, прям сюда. Сел, ребят, все, это 100% он. Брат, здорово! Куда сейсас? Сейсас? Ну мы сейчас будем ехать к складу. Хотя я даже не знаю, есть ли в этом смысл. Потому что, ну, я уже 100% уверен, что это именно он. Именно он сейчас хочет купить у меня верты. И, наверное, этого уже достаточно, чтобы его забанить. Потому что покупку он так-то оплатил. Если что, он не видит, что я админ, потому что админский тег возле моего ника отключен. И я выгляжу вполне себе как обычный игрок. Вот мы и приехали. Склад у меня, конечно, далеко, но ничего. Мы зашли на склад и действовать я буду, в принципе, по той же самой схеме, что было и в прошлом видео, когда я покупал верты. Вот мой склад. Сейчас я ему скажу от него пароль. 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3. Пароль от склада. Забирай все, что есть, а дальше на ЦР. Честно, ребят, впервые занимаюсь вообще продажей вертов. Смотрите, вот он заходит в мой склад. В складе у меня здесь, если что, 4 детали вот такие вот. И переносной ларек. И больше ничего. Забрал! Выставляй все на ЦР на продажу на втором этаже, так, чтобы сумма вышла 235кк. И к тебе придет чел и купит все. Спасибо, друг! Ок, подвези ПЖ. Не, братанчик, до центрального рынка уже сам доберись как-нибудь. Я так и не показал вам статистику этого игрока. У него 14 уровень всего-то навсего, 320 тысяч и в принципе все. Голд статус вип еще имеется. Не понимаю, зачем покупать вообще верты, если можно задонатить. Хочешь купить верты как-нибудь, задонать и купи верты за донат. Зачем, блин, покупать где-то? Если с вероятностью почти 100% тебя забанят за это. Так, его тут уже какой-то чел подвозить собрался. 40 битков плачу. Откуда у него 40 битков? Если без ожидания. А у него реально 40 биткоинов есть, ребят. Я думал, он обманывает. Наконец-то его привезли на центральный рынок. Так, все правильно, бежит на второй этаж, как и нужно. Занимает лавку. Ребят, вон он стоит и прямо сейчас уже, наверное, выставил все на продажу. Ждет, пока у него, блин, кто-то купит это все. Все, поставил. Коленвал спорт 47кк. Переносной ларек 47кк. Дифференциал 47кк. Да понял я, понял, братан. Пару минут и купит чел. Ну а этим челом буду я со своего основного админского аккаунта. Прикиньте, как он сейчас удивится, когда меня увидит. Так, вот он стоит и здесь какой-то Кент Дайра. Он пишет в веб-чат, парни, тут на ЦР продажа вирт, тут чел на втором этаже выставил хлам по 47кк. Офигеть, его спалил просто какой-то обычный игрок сейчас. Мы бы я Ромеро смотрел, там может быть тип продажа. Чувак вообще даже меня знает, офигеть. Ну ладно, подходим к этому Мешу. Реально, ребят, выставил все по 47кк, как я и просил. Ну-ка спросим, а че так дорого? Прикиньте, просто картина, прямо сейчас перед ним стоит админ и спрашивает, а че так дорого? Хз, захотел. Мы бы купит кто-то. Никто же не купит за столько. Ну не купят, так не купят. Прикиньте, как он сейчас переживает. А верты купят? Он просто сейчас стоит, не знает даже че написать, блин, прикиньте. В смысле? А, сори, я походу ошибся. Это ж не ты верты покупаешь? В смысле? Нет. Он прям вообще топит до последнего. Я просто по приколу пришел. Ну ладно, я тогда погнал, че, если не ты верты продаешь, так че мне тогда, блин? Я ж не буду тебя банить просто так, правильно? Знаешь что? Ко мне Хуго Ромеро пришел. Это ютубер. Думал, верты покупаю. Я типа не сдал. Бана нету. Я, блин, вообще обосрался. Короче, ребят, телепортируем к себе. Афк оффбан, дружище. Ну что, признаешься сам? Да блин, хотел домик купить, да тачку и играть в кайф. Просто играл на другом сервере, там обманули. Ладно, ребят, так как это все-таки новичок, плюс его еще и на другом сервере обманули. Он вот перешел теперь на этот играть. Забаню его всего лишь на 30 дней без обнуления. У меня на основе было 60кк, меня обманули на тачку. А фрапса нету. Понимаю, понимаю, такое бывает. Но не забанить вообще я его не могу. Так как верты он еще не получил. Получил только несколько деталей тюнинга, что в принципе не считается. Баню его всего на 30 дней за покупку верт без обнуления аккаунта. И через 30 дней он сможет вернуться и снова играть на своем аккаунте. А пока, братишка, немножечко отдохни. Деньги, которые он оплатил, конечно же, я ему возвращаю. Привет, Тута! Куда? Сможешь сейчас верты выдать? Да. Ща оплачу. Так, ребят, у нас кажется новый клиент. Ребят, оплатил. Ща зайду. Магнат Кавали ник. Он мне прям сразу свой ник написал, офигеть. Так, а вот походу и он, магнат Кавали. Всего-то пятый уровень, ребят. Купил он у меня 40 кака, ну или может быть это и не он, потому что ник можно написать вообще любой. Сейчас нам нужно убедиться в том, что это он, чтобы не забанить просто так чувака. Так, вот он ушел в АФК и мне пришло сообщение от него, окей. Давайте напишем ему, едь в Форт Карсон. Это где? Дай номер дома или беза, сильно не шарю. Все понятно, ребят, чувак даже не знает куда ехать. Ладно, сейчас скажем ему номер дома или беза. Ребят, он в репорт пишет, как найти Форт Карсон. Ну, короче, это 100% он, тут и так уже все понятно. Блин, пятый уровень всего, ты ж только играешь пару дней, наверное. Чувак, ну зачем ты сразу покупаешь верты? Ты же можешь просто задонатить в игру и купить верты легально, а не вот так, блин. Короче, сейчас он едет к 87 бизнесу, это бизнес Форт Карсоне. И прямо там я его буду ждать с админского аккаунта. Он почти уже приехал, сейчас напишем ему, чтобы он заходил прямо внутрь бизнеса. Заходи внутрь беза. Прикиньте, он просто сейчас зайдет в этот бар и видит такую картину. Здесь стою я, админ. Оп, зашел, ребят. Привет. АФК оффбан, братишка. Ну что? Окей. Играть в бар пришел? Да. Ну блин, ну ты же уже понимаешь, что я тебя спалил, что это был я. Ну зачем ты притворяешься? Только пусто что-то. Ну да, и правда, что-то в баре прям вообще никого нет, кроме меня. Давай поиграем. Ладно, давай верты тебе передам и расходимся. Прикиньте, как он сейчас офигеет просто. Админ продает верты. Какие? Не признается. В смысле какие? Ты что, неадекватный что ли? Мне отменять заказ? Взглянул на часы, ребят. Ха-ха. Ну братанчик, никакие часы тебе уже не помогут. Какой? Заказ твой. Ты же верты покупаешь у меня. А ловко ты это придумал. Ха, скажи, да? Лев, на туре ты, братишка. Короче, ребят, церемониться с ним не будем, просто отправляем его в бан на 30 дней за покупку вирт. Потом его перебанят на 2000. Ребят, кроме вертов, я еще выставил вот такое объявление. Продаю магический шар номер 1 плюс 16 деф. Для правдоподобности написал, передача будет особым способом, так что админы не смогут спалить. Способ уникальный. Продаю дешево, так как скорее нужны деньги. Продаю я его реально чуть дешевле, чем все. И вот мне уже написал по поводу этого шара чувак. Привет, еще в наличии? Привет, да. А как ты его передашь? Через склад будет передача, админы не спалят. На самом деле админы палят и такую передачу, конечно же. Точно не спалят? Точно, много раз так делал уже. Хорошо, сейчас оплачу. Опа, ребят, кажется, нашел клиента на шар. Отлично. Ник, Гарри топор. Если что, заказ он уже свой оплатил, и я ему по старой схеме сказал ехать на Форд Карсон. Там мы с ним типа встретимся. Ребята, этот аккаунт довольно-таки жирный. 13 тысяч АЗ коинсов на балансе. 118 уровень. Наличные деньги 730 миллионов. В банке еще 30 лямов. И на депозите 228. Также он аж на восьмом ранге в страховой компании. 21 тысяча биткоинов у него на руках. Короче, аккаунт такой, довольно жирный, я бы сказал. И походу это реально он, потому что едет он, судя по всему, в Форд Карсон, как я ему и сказал. Так, ребят, вот он приехал. Запарковался и ждет меня, ребят. Ну, это точно он, я тут уже без сомнений могу сказать. Я опять зашел со своего секретного аккаунта и на него закинул уже себе магический шар. Но надевать я его пока не буду. Так, вот он, садимся к нему просто в машину. Э, чё, чё он его с машиной выталкивает? Едь на складское помещение номер 6. Вот так ему напишем. Если что, ребят, понятное дело, никакой шар я ему передавать не буду. Я чё, дурак, что ли? Мы уже с вами убедились, что это точно тот чувак, покупатель моего шара. И доказательств уже хватает, чтобы его забанить. Нет, ну это самый жирный за сегодня аккаунт, который мне попался. Все, к складу мы приехали. Покажи шар! Ну, это уже тысячу процентов он, ребят. Потому что про шар я еще ни слова в игре не говорил. Он уже просит шар. Давайте в трейде покажем ему шар. Вот он мой шарик. Заточка плюс 13. И нашивка третьего уровня на деф. Так, мы уже на складе, но передавать я ему ничего не буду. Сейчас я сделаю то, чего никто не ожидает. Что делать? Сейчас ты узнаешь, братан. Опа! Ребят, что это такое? Хуго Ромеро меня телепортировал? И этого Гарри Топора? Как такое может быть? АФК Оффбан! Ребят, если что, скажу вам сразу, это я пишу за этот аккаунт. Я зашел с двух аккаунтов, с Хуго Ромеро зашел с телефона. И сейчас мы этого Гарри Топора просто жестко затроллим. Зачем покупаете верты? Какие верты? Я его в первый раз вижу. Да я ему шар продаю за реал. В смысле в первый раз? Какой шар? Привез на склад тебя, чтобы шар тебе передать. Вот этот шар. Вот, у меня на плече. Ты попросил подвезти тебя. Не просил я ничего. Нафиг ты у меня шар купил? Что такое? Он вообще под дурачка косит, ребят. Значит, Гарри покупает шар у Тайлера за реал. Правильно? Все это пишу я, если что, ребят. Нет. Да что ты врешь? Прикиньте, как он сейчас сидит там и переживает за свой аккаунт. Не вру я. Я могу все пруфы дать, что он покупает шар у меня за реал. Так и напишем. Ладно, я понял. Гарри баним на 2000 дней, а Тайлера отпускаем за содействие. Прикиньте, как он сейчас там просто офигеет, блин. Его сейчас забанят, а меня, который продает этот шар, просто отпустят. Я ничего не покупал. Ладно. Что, все-таки признается? Баньте уже. Даже купить не успел. И правда, я ему даже шар не передал. Ладно, давайте я сейчас включу админский тейк и посмотрим, как он офигеет. Видишь, что у меня возле ника написано? Крыса. Вот так вот, ребят. Вот так вот мы будем поступать со всеми продавцами и покупателями. Потому что на сервере Аризона РП покупать верты и разные предметы, аксессуары. Вообще, все, что угодно за реальные деньги покупать нельзя. Только через донат. Баним этого Гарри Топора на 30 дней за покупку за реал. Надеюсь, ролик вам понравился. И если вы хотите продолжения, давайте наберем 1500 лайков. Субтитры сделал DimaTorzok